Прямо сейчас будет важный разговор для всех девушек, которые трудятся с утра до ночи. Вот вы сейчас нас смотрите, вот последние секундочки, и убегаете, а вернётесь когда? Вернётесь уже там ночью, уставшая и вечно так, и каждый день трудитесь, трудитесь, пчёлки вы наши. Зачем вы это делаете? Сейчас расскажет специалист Екатерина Тиброва на студии. Что за синдром такой, и почему он относится именно к женскому полу, почему мы его так специализировали узко сегодня? Смотрите, ну трудоголизм, мужчины вообще они такие чаще всего достигаторы, а женщина, она же такая хрупкая, ранимая. И тут она стала такой прям ломовой. Женщина, которая пошла до коня останавливать и работать. Горячую избу это только первая смена. Да, да. У женщин чаще всего трудоголизм является таким заполнением пустоты, которая есть внутри. То есть, когда у нас есть сложности в отношениях, либо сложности в построении дружеских отношений, нужно куда-то направлять себя для того, чтобы не оставаться вот с этой пустотой один на один. И тогда что начинает женщина? Она начинает работать. Также одна из причин, это когда внимание и любовь получала только за какие-либо заслуги. И тут нужно получить это внимание, получить любовь. И уже это входит на такую привычку и становится невротическим достижением любви. И также является трудоголизмом. Трудоголизм это вообще зависимость. И это важно понимать. Когда трудоголизм начинает мешать в сфере личных отношений, дружеских отношений, и ты понимаешь, что у тебя из-за этого возникают конфликтные ситуации, и тебе самой не очень-то хорошо, нужно понимать, что это уже звоночек. Сбавить обороты. Ну, давайте мы перенесемся, точнее не перенесемся, а здесь в настоящее время. Вы знаете, чаще всего работают много те, кто хотят заработать. Ну или не хватает денег на жизнь. Вот у нее есть одна работа сегодня, двое через двое, в остальные двое суток, когда она должна отдыхать, она работает в другом где-то месте. Здесь как бы? Это все движение из страха. Страх за свою жизнь, страх отсутствия безопасности. То есть когда я это делаю для того, чтобы почувствовать себя как-то более-менее спокойно, но этого не настигает. Это состояние, оно проходит мимо, потому что ты все время находишься в стрессе. Если вдруг я остановлюсь, то я не выживу, у меня не будет денег для того, чтобы прокормить себя, прокормить своего ребенка и так далее. То есть здесь нужно понимать, что я действую из стресса. Также важно остановиться и подумать, а что я могу сделать еще? То есть я вкладываю очень много сил для того, чтобы заработать какой-то свой минимум. И, конечно же, откладывать, делать себе подушку. Понимаю, что сейчас, наверное, задам вопрос, на который, возможно, не существует ответа, но все-таки, а почему этого так много? Почему это явление настолько распространено? Действительно, у нас чуть ли не культурная традиция. Мужик там на диване может лежать максимум, он там день через два что-то отработал, а женщина закрывает с собой все. Таких семей очень много. Мужики слышали, да, в чеках шучу говорить? Мужики, говорит, на диване сутки через двое лежат, а женщина как пчела. Этого много. Такая история частая. Женщина как пчела может в бытовой сфере быть. Вот смотрите, она побежала, деньги заработала, побежала на эти деньги, купила продукты, побежала дома, приготовила из этих продуктов еду. Продукты она пошла, маникюр-педикюрчик сделала на эти деньги. Это старатные ситуации, но такая тоже бывает. Смотрите, как складывалась наша история. Войны, на которые уходит мужчина, женщина что должна делать? Она должна сама как-то обеспечивать свою семью, сама заботиться о своих детях. Детей было много, постоянно нужно было трудиться. Не потрудишься, не поешь. Отсюда идет, что время поменялось, ситуация поменялась, а сценарий передается от поколения к поколению. Это очень заметно, особенно от старшего поколения, которые пытаются. Вот Ваня уже сказал фразу, надо сбавить обороты, легко это сказать. Как с этим работать? Надо найти причину, где эта пустота, которую ты заполняешь? Да, нужно понять, зачем я это делаю, почему. Есть у меня действительно какой-то финансовый недостаток, и действую я из страха, что мне этих денег не хватит, либо я это делаю для того, чтобы не оставаться один на один с этой пустотой. Чего мне не хватает? Страдают мои отношения от этого, либо не страдают? Что я от этого получаю? Когда я работаю, мне говорят, ты такая молодец, все время трудишься, ой, столько всего достигла. Я для этого это делаю, чтобы получить это внимание, чтобы меня заметили, что я все-таки, да, похвалили меня, что я столько всего сделала. То есть отследить причину и формировать, если это касается финансов, формировать подушку безопасности. Хорошо. А другую ситуацию разберем. Есть первая тема, которую мы обсудили, это заработок, да, вот чтобы обеспечить себя там и семью, да, разные бывают ситуации в жизни. А вторая история, это, допустим, карьерная лестница, когда ты должен работать, да, для того, чтобы чего-то достичь. Ты получаешь достаточное количество денег, тебе их хватает, да, но ты хочешь стать президентом компании, да, там, например, или руководителем. Здесь вот как быть? Трудоголики не остановятся. Если они достигнут того, к чему они шли, они будут искать дальше, да. Они, опять же, для чего это делают? Для того, чтобы стать заметными? Для того, чтобы получить внимание? Реализовать себя, да, внимание. Для чего им нужно это реализовать? Для чего нужна власть? То есть здесь мы понимаем, какую потребность... Управлять кошучек. Для чего тебе управлять кошучек? Какую потребность человек закрывает, и как эту потребность закрыть по-другому. Потому что трудоголизм, еще раз повторюсь, это зависимость. Любая зависимость, она что-то, ну, она не проходит без следа. В общем, зависимостью нужно управлять. Если человек умеет управлять этой зависимостью, будь то плохая привычка или, в данном случае, трудоголизм, сбавлять обороты, да, это уже хорошо, правда? Потому что трудоголизм – это та зависимость, которая социально одобряема. И здесь тоже есть такой важный кинчок. Даже поощряем. Конечно, чем больше ты работаешь, ты лучше в глазах родных и близких. Ой, а мой-то работает сколько? Ой, без продыху, без выходных и так далее. Так не надо, правда же? А семья страдает и говорит, он все время на работе. Или она все время на работе. Вот не зря же придумали выходные, правда же? Ну, в свое время кто-то же придумал, чтобы можно было, ну, например, 6 дней в неделю работать, а седьмой – отдыхать. Ничего не делать. А люди умеют отдыхать? Нет. Ну, это обстоятельство, может быть, реалий современного мира, да, что нужно постоянно идти. Вот как мы рассказывали, да, в Китае, если ты уволишься или что-то случится, у тебя уже за дверью 5 таких на твое место стоят. И поэтому человек боится вот этого, да, что он где-то оступится, не выйдет на работу, раз – и замена. У них огромное количество проблем потом из-за как раз… И засыпы там, и работают они по 6 дней в неделю, по 20 часов там и так далее. С этим можно самостоятельно справиться? Это же очень глубокая история. По 4 часа в день. И причины у нее очень глубокие. Да, причины очень глубокие. Если мы понимаем, что я все время думаю про работу, я работу несу домой, я не отдыхаю, учиться отдыхать, выделять себе минимум времени. Вот сколько времени для тебя будет, ну, ничего не значить. Грубо говоря, 15 минут. Выделяем сначала эти 15 минут, когда делаем это время, посвящаем это время только для себя. Учимся отдыхать. Научиться отдыхать – очень важный навык. Или, например, фантазировать, на что я потрачу зарплату. Правда же? Это же тоже прекрасно, да? А вот смотрите, фантазии – это же, ну, у трудогонников – это будут мысли о будущем, которые будут вызывать тревогу. А вдруг я остановлюсь, и мне не хватит. Наоборот, стимулировать. Короче, про кабачки лучше думать, да? Как успеть съездить на дачу, чтобы они не выросли размером с ногу. И срезать их вовремя. Екатерина Чемрова была у нас сегодня в гостях. Знаешь, что хочу добавить? Давайте научимся хвалить друг друга не только за то, что мы много работаем, но и за то, что мы отдыхаем. А девушек, маленьких девочек, очень важно хвалить просто так. Еще бы кто-нибудь звал в свою компанию отдыхать. Вообще, цены бы кошучих не было. Екатерина Чемрова была у нас сегодня в гостях. Семьиный психолог и педагог, игропрактик, эксперт нашей программы. Поговорили про такой синдром пчелки. Девочки, женщины, выделяйте время для отдыха. Посвящайте себе любимую.